МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О событиях этой пятницы расскажут наши корреспонденты. В эфире новости в студии Антон Александров. И вначале коротко расскажу лишь о некоторых темах выпуска. Штурмом взяли дорогу представители застройщика одной из многоэтажек на улице Муканова пошли на отчаянные меры. Справедливый Казахстан, единство, стабильность, развитие. В Караганде состоялась 26-я сессия областной ассамблеи народа Казахстана. Нет религиозному экстремизму студентов Шахтинского технологического колледжа призывали сегодня быть бдительнее и не поддаваться на провокации деструктивных учений. Штурмом взяли дорогу представители застройщика, одной из недостроенных, но частично заселенной многоэтажки на улице Муканова пошли на отчаянные меры в намерении обеспечить своим покупателям квартир проезд и проход. Дело в том, что по плану детальной планировки дороги есть, но фактически на их месте уже много лет обжитая территория. В особенностях застройки по-карагандински разбиралась Ирина Вобещевич. Вообще в народе эти коттеджные города говорят про курорские коттеджи. Поэтому просим принять меры, чтобы нам открыли доступ, выезд, заезд на Муканово-61. Вот наш дом. Там тоже частная, там тоже частная, здесь частная, тут частная. Мы как на острове, где живем. Мы не выйти не можем, не уехать, не проехать и все. И что мы теперь? А такси вызываем, мы вообще вон там стоим, вдоль дорогих дам, аж туда и ходим за такси. Когда жители многоэтажки в около 250 квартир заселились в новостройку, то и знать не знали, с какой проблемой придется столкнуться. Дом отстроили быстро в районе Муканово, где с одной стороны горкомхоз, а с другой – элитная частная застройка. Проблема в том, что вот эти подъездные пути, они находятся в собственности государственной. На данный момент эти пути перекрыты. Это называется самозахват. Вот там же есть еще одна дорога. Там есть дорога, это частная дорога. Частная. Это нам они закроют, а потом мы останемся вообще закрыты здесь. Здесь государственную вот эту дорогу, вот это вот присвоили, вот эти частные дома, вот эти. Застройщик видел, когда начинал стройку, что обеспечит проблему своим жителям и своевременно не продумал вопрос с проездами и проходами. Сейчас не нашел ничего лучшего, как собрать людей и буквально штурмом брать дорогу. Представители Акимата приглашали, они подтвердили, что да, по планам, эта земля принадлежит городу, и что здесь должен быть проезд, и здесь должен быть проезд. Представители Акимата уехали, решения никакого принято не было. Поэтому как бы собрали людей. Собрали и спилили без соблюдения всяких юридических тонкостей и не подкрепив действия разрешительными документами два пирамидальных тополя. Жители частного сектора от подобного пребывали в шоке. Я понимаю людей, да, они возмущаются, что им негде проехать, негде ходить. Но вы знаете, когда 12 лет назад здесь остались постройки, здесь частный сектор. И как могли здесь застройщик, да, точное строение, дали разрешение на строительство в частном секторе. Вы посмотрите вокруг, везде частный сектор. Откуда здесь вот дом? Для нас, если честно, он тоже как вот гриб после дождя вырос просто-напросто. И сейчас там говорится о том, что срубить деревья, которые там 15 лет, их сажали, выращивали, ухаживали за ним. Я не знаю, за что мы боремся. За экологию, за красоту в нашем городе. Или вот сейчас какой-то идет принцип. Деревья, да, деревья выращивали 10 лет. Жалко деревья, очень шикарные деревья. Это поля, мы за ними как за детьми бегали, ухаживали. В данный момент нас беспокоит только трафик. То, что ворота тут никто не закрывал. Единственное, были моменты, когда люди выезжали, кто-то закрыл, может быть, из людей. Но завтра мы отключим привода, демонтируем ворота. Застройщик намерен выкорчевать оставшиеся пни. И вот по этой покрытой брусчаткой дороги пойдут машины около 250 жителей новостройки. Жители некоторое время устраивало то, что был проход через территорию горкомхоза. Но из-за возросшего трафика компания его закрыла. Застройщики нас обманули. То, что мы временно ходили на вот эту территорию горкомхоза, а оказалось, что она частная территория. Вот эту территорию надо будет благоустраивать, стелить асфальт. И, скорее всего, дальше стелить асфальт, ну, если они будут убирать брусчатку, например. Ну, и, соответственно, нам нужно сделать выход, хотя бы пешеходный на первое время, в сторону улицы Муканова. Там идут трубы отопления, нужно будет или их закапывать, или делать арки. Но тут другой вопрос. Это уже, опять же, государственная земля, и, возможно, этим должен заниматься Акимат, а не мы. Отметим, что имеющийся проезд, которым все это время пользуются жители и строители, находится на частной территории тех же частных землевладельцев. Но они его никогда не закрывали, оставив для общего проезда. Люди пользуются, ходят. Мы не препятствуем этому. У нас вопрос застройщику. А это уже застройщикам. Да, застройщику вопрос. На каком основании сейчас спилены деревья? На каком? Есть какая-то процедура? На основании того, что деревья препятствуют выезду. Все, я думаю, мы дальше разберемся. Да. В правом порядке. В правом порядке. Интересно, что неподалеку еще есть по плану детальной планировки дорога. Но на ней уже фактически много лет, как построены три частных дома. Ирина Вобещевич, Серик Тугаев, Наталья Заяц, Пятый канал. В Караганде состоялась 26-я сессия областной ассамблеи народа Казахстана. Справедливый Казахстан. Единство, стабильность, развитие. В ходе пленарного заседания обсудили послания президента народу Казахстана, а также вопросы сохранения стабильности и единства общества. 26-я сессия ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области прошла под председательством Ербола Аликулова. На встрече присутствовали члены ассамблей, заместители Акимов городов и районов области, депутаты Маслихатов, руководители государственных органов. Одной из ведущих тем стало обсуждение деятельности общественных институтов Ассамблеи народа Казахстана в рамках реализации послания главы государства. В своем послании Касым Жумартакаев отметил, что определяющими принципами нового экономического курса страны станут справедливость, инклюзивность и прагматичность. «Путь прогресса и поступательного развития не бывает гладким и безоблачным», сказал президент. «В такое кризисное время наш народ должен сохранять сплоченность». О роли областной ассамблеи народа Казахстана в укреплении единства и сохранении стабильности на сессии доложил руководитель управления внутренней политики Нурлан Бекенов. На сессии ассамблей поднимались вопросы отборов президентский молодежный кадровый резерв с целью выявления и привлечения талантливой молодежи для системы государственного управления. Отбор будет осуществляться по направлениям развития инфраструктуры, промышленности, внешняя политика и инвестиции, агропромышленный комплекс, цифровизация, экономическая и социальная политика. В пути решения приоритетных задач – обмен опытом, возникновение новых идей при взаимодействии с государственным аппаратом – то, что получено в результате сессии. Членами Ассамблеи народа Казахстана отмечена важность и необходимость подобных встреч. Дарья Чеканина, Николай Шевелев, Пятый канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Главбух детсадов Каркаролинский перечислила сама себе на карту необоснованно зарплату и отпускные – более чем на 24 миллиона тенге. Следователям она призналась, что деньги нужны были на лечение дочери. Уголовное дело возбудил Департамент экономических расследований, но с повинной явилась сама бухгалтер Яслисада Яркитай. 24 миллиона 196 тысяч тенге она начислила себе за 2021-2022 годы. Объяснила, что пошла на преступление ради несовершеннолетней дочери, у которой тяжелая форма аутизма и инвалидность первой группы. Деньги нужны были на лечение и погашение кредитов и долгов, накопленных за время долгосрочного лечения. Женщину осудили за хищение бюджетных средств. Приговором Каркаролинского районного суда Каркаролинской области Рустемова признана виновной с назначением ей наказания в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии средней безопасности со срочкой отбывания наказания до 5 лет в порядке ст. 74 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Скажи нет религиозному экстремизму и терроризму студентов Шахтинского технологического колледжа призывают быть бдительнее и не поддаваться на провокации деструктивных религиозных учений в интернет-среде. В связи с чем исламоведы проводят специальные лекции. На одной из них побывала наша съемочная группа. На сегодняшний день проблема экстремизма является одной из наиболее серьезных угроз в современном мире. Экстремизм можно охарактеризовать как приверженность к крайним взглядам и в особенности мерам. Все чаще в ряды экстремистов вступают очень молодые граждане нашего общества, еще не окрепшие духом. В силу своей молодости, полученного воспитания, окружения, не сложившегося мировоззрения, молодежь становится слепым орудием в руках экстремистов. Вокруг развивается культ насилия, растет озлобленность, жестокость, цинизм, взаимная ненависть между народами и социальными группами. Мы им рассказываем, какие формы, методы они применяют для того, чтобы завлечь в свои ряды новых адептов. Особенно их интересует грамотная молодежь, студенческая молодежь, потому что один грамотный студент, обладающий таким харизматичностью, личностью, лидерским потенциалом, он может также за собой привести в эту референтную группу десятых других. Поэтому здесь в этом аспекте мы говорим о том, что насколько все-таки псевдорелигиозные, идеологические псевдорелигиозные убеждения со стороны этих лидеров деструктивных религиозных течений могут негативно повлиять на дальнейшую судьбу нашей молодежи. Студенты к лекциям относятся положительно, считая, что проводить профилактику экстремизма и терроризма среди молодежи намного выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных явлений. Это должно формироваться из колледжей, школ, чтобы на психологическом уровне у детей складывать, что это плохо, что это неправильно, делать так, вкладывать в людей правильные понятия, ну и это профилактика, чтобы не попасть на все эти террористические уловки, не вестись на друзей в интернете, не выкладывать свою личную жизнь в большом количестве. Также в рамках реализации проекта «Семинар по информационно-разъяснительной работе в Карганинской области» организации проведения мероприятий различного формата, членами республиканской информационно-разъяснительной группы проведена аналогичная встреча пропаганды духовно-нравственных ценностей, национальных традиций и культуры среди осужденных с лицами, отбывающими наказание в учреждении номер 34 в поселке Доленко. Набраться опыта в области программирования микроконтроллеров, посетить Европу и поступить в ВУЗ на любимую специальность. Выпускник Шахтинского технологического колледжа Александр Рудыкин представил Казахстан на международном чемпионате профессионального мастерства «Евроскилз Данкс-2023» в Польше. Благодаря ему и другим ребятам наша страна попала в десятку лучших участников соревнований. С шахтинским молодым изобретателем встретился наш корреспондент Роберт Граф. От лица нашего колледжа выразить тебе благодарность. Он передал личный привет тебе и поблагодарил тебя за участие в «Евроскилз». Пожалуйста, я тебя поздравляю. Торжественная линейка, благодарственная грамота и похвальные слова. Александр Рудыкин, выпускник Шахтинского технологического колледжа, в эти дни без преувеличения герой своего учебного заведения. И повод для гордости особый. Участие в международном чемпионате «Евроскилз Данкс-2023» так называемый чемпионат профессионального мастерства среди молодежи в возрасте от 16 до 22 лет, где Саша в числе трех студентов от Караганинской области достойно представил Казахстан на международном уровне среди 42 стран-участниц. В Гданске было очень интересно, это очень классный опыт, задания сложные, то есть нужен был не только знание в этих областях, но и знание английского языка очень хорошее. Без него я бы вообще ничего не смог показать. Задания я сделал на среднем уровне. Вот так скромно Александр говорит о своем устройстве, как он сам его называет, бортовом компьютере для автомобиля с полным функционалом, пользователь которого может сам его перепрошивать и реализовывать различные идеи. «Здесь самое сложное – это сделать синхронизацию всего вместе. То есть здесь есть коробки передач, как на автомобиле, акселерометр вы можете спокойно управлять колесами, то есть спидометр, какое расстояние вы проехали, как на автомобиле, тормоз, аварийный сигнал, сигналы поворотников, система АБС». На этом устройстве Александр оттачивал навыки программирования, учась в колледже и совершенствуя навыки в тренировочных лагерях Туркестана и Алматы под руководством национального оператора компании «Дости», а также своего наставника Михаила Правосудова, преподавателя по специальным дисциплинам. Именно Михаил Васильевич и разглядел талант студента, подняв его на новую ступень профессионализма. «Талант, конечно, мы разглядели сразу, но не сразу он поддался. Но пришлось применить некоторые хитрости в разговорах с ним, подвести его к этому моменту. И результат, ну, он высокий, произошел в мои личные ожидания на финальном этапе». Хорошие результаты в учебе показывают и другие студенты колледжа. В этих стенах готовят специалистов среднего звена и рабочей квалификации. На сегодня здесь учатся около 900 студентов из очного и заочного отделений. С прошлого года в Альмаматор функционирует и общежитие. Здесь хотят учиться со всей области, ведь многим специальностям аналога в регионе нет. Лифтовое хозяйство мы готовим специалистов по лифтам, эскалаторам, траволаторам. Мы готовим специалистов для газовой отрасли. В этой связи мы, значит, работаем с нашими социальными партнерами. Нашими социальными партнерами является такая крупная компания, которая проводит газопроводку «Заларда» «Астана» – это «Интергаз». На сегодняшний день мы ориентированы и заключили меморандум на подготовку специалистов для завода «Силк Рот Электроникс». Это завод, который будет выпускать бытовую технику совместно с узбекским заводом «Артель». Поэтому наш колледж постоянно развивается. На сегодняшний день мы отрабатываем по специальности изготовления техник по изготовлению полимерных металлов. То есть это тоже та специальность, которая не представлена ни в одном колледже Карагандинской области. Уникальные профили обучения, опытные наставники и инициативные студенты – вот та платформа, на которой стоит Шахтинский технологический колледж. Учебное заведение, конкурирующее с европейскими странами и готовящее востребованных специалистов на мировом рынке труда. Роберт Граф, Межан Жума Муратов, Наталья Заяц, Пятый канал. Человек труда более 40 лет Нурлан Кулмагамбетов посвятил медицине. Оперирующий хирург сегодня заведует отоларингическим отделением в многопрофильной больнице имени профессора Макожанова. За месяц делает более 500 операций. В преддверии Дня труда в эфире Пятого канала серия репортажей о личностях и династиях, на которых сегодня стоит равняться. Нурлан Кулмагамбетов всю свою жизнь посвятил медицине. Начинал хирургом в больнице Актагайского района, затем проработал в Балхаше и теперь помогает людям обрести слух и наладить процесс дыхания в Караганде. За день проводить приходится с десяток операций. Работа сложная, но интересная и очень нравится, говорит спаситель человеческих жизней. Я когда маленький был, уже хотел хирургом стать, потому что я видел, как хирурги людям помогают, вытаскивают, тяжелые операции проводят. Тогда я хотел уже хирургом. Сейчас обучение у нас идет уже за рубежом. Я сам обучался в Германии. Вот ездил, отправлял, я там обучался в Германии. Я везде, вот в России, вот в ближние, дальние зарубежья, везде обучение проходили. Вот поэтому начали вот такие вот сложные операции делать. Операция по улучшению слуха считается самой сложной. Барабанная перепонка очень тонкая, и весь процесс хирург проводит, глядя в микроскоп. Нурлан Кулмаганбетов за внедрение тимпанопластики в 2017 году был признан лучшим хирургом Карагандинской области и отмечен даже специальной премией. Сегодня врач активно передает накопленный опыт начинающим докторам и также стремится усовершенствовать медицинскую помощь лор-направление. Когда стаж у тебя много, долго работаешь, медицина, какие-то придумываешь, всякие методы лечения. Вот, например, после ковида, да, у людей вот 2, 3, 4 месяца они начали кашлять, не прекращаясь к кашлять. Потом я вот такое лекарство, вот этот состав, вот там несколько лекарств. Сначала определяем чувствительность к антибиотикам у этих пациентов. Потом вот это лекарство, сложное лекарство, вводим туда трахею прямо, где очаг воспаления. Не как там внутримышечно, внутривенно, прямо где очаг воспаления, туда вводим лекарство и 100% выздоровления дает. За вклад в развитие медицины и плодотворный труд Нурлан Кулмагамбетов был не раз отмечен различными грамотами и правительственными наградами. Является отличником здравоохранения, имеет медаль Альфараби и Янбек Ардагиры. В своем отделении многопрофильной больницы имени профессора Макожанова смог сформировать хорошую талантливую команду, которая ежедневно проводит операции и спасает жизни людей. Антон Александров, Шалкарл Тонбеков, Николай Шевелев, 5 канал. Накануне свой 80-летний юбилей отметил почетный работник угольной промышленности Казахстана, полный кавалер знака «Трудовая слава» Николай Боизбаев. С человеком, за плечами которого полувековой трудовой стаж, сотни историй и интересных событий, кто и сегодня на передовой защиты социальных интересов шахтеров-ветеранов Карагандинской области. Встретился наш корреспондент Роберт Граф. Простому казаху с русским именем и необычной биографией Николаю Боизбаеву не привыкать к овациям и аплодисментам. Для него это лишь еще одно приятное мгновение из жизни. Жизнь объемная и интересная, как и он сам. Уроженец Новосибирской области все свои осознанные годы жил и трудился в Караганде. Здесь же окончил горный техникум, университет, отслужил в армии. В столицу тогдашней Казахстер Алма-Атуба из Баева-Шахтера за проявленные заслуги в работе отправили для учебы в высшей партийной школе. А дальше вверх по карьерной лестнице. Работа в горкоме, обкоме партии, закалившая его характер и ставшая площадкой для профессионального роста. И всегда в душе шахта имени Костенко. Родная, любимая и дорогая сердцу. Отношение его к производству было удивительное, я должен сказать. Бывая на шахтах, я всегда говорил, езжайте на шахту Костенко, посмотрите, как организовано там производство, быт, культурные, спортивные мероприятия. Ну, за что, конечно, его люди, вот встречаешь с Костенко, «А, там Николай Дубаич, вот это самое, это, ну, всегда для людей открыт, всегда помогал людям». Его работу на шахте можно характеризовать, как раньше говорили, крепкий хозяйственник, как принято сейчас говорить эффективный менеджер. А еще патриот своей родины, своей караганды. Благородный отец семейства, воспитавший трех сыновей и просто хороший человек, которого любят, ценят и уважают близкие духу люди, те, кто рядом с юбиляром почти целую жизнь. Вчерашний день – это история, завтрашний день – это загадка, сегодняшний день – это праздник. Мы от всей души поздравляем нашего уважаемого человека с этим юбилейным праздником, желаем крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Очень хороший человек, добрый, отзывчивый. Ну, можно много говорить о нем хорошего. Воспитал троих сыновей, достойная семья. Пожелаем ему крепкого здоровья и в дальнейшем прожить не меньше, чем достал. Жить, чтобы трудиться на благо людей, что и делает Николай Дуабаевич до сих пор, являясь председателем общественного объединения Совета ветеранов угольного департамента АО «Арселор Миттл Тимиртау», которую он возглавляет уже 11 лет. И жить, чтобы радовать окружающих своей целеустремленностью и увлеченностью. Жизнь, потому что работал. Работал, потому что. А работа замещается с нашими товарищами, организациями, которые работают, предприятиями, властью, которые работают. Поэтому я считаю, что моя совесть часто, 80 лет, я прожил честно, я могу смело смотреть людям в глаза. Надо себя поставить в этой жизни. Мы же как растить, особенно дети в 1943 году, дети войны. Мы только родились на самого себя. Поэтому стремились быть людьми, стремились получить образование, хорошую работу, жениться там, дети пришли, как обычные люди. Потому что мы знаем, у нас оттуда с неба ничего не падает. И у нас соседников, как халифат, там у нас нет. Мы только работаем на себя. И только труд, работа принесла нам удовольствие и радость жизни. Эпиграфом к своей книге «Воспоминания и размышления. Люди, годы, события» Николай Дуабаевич выбрал слова Абая Кунанбаева. Тот, кто хочет быть в стане разумных, должен отдавать себе отчет. Как он прожил эти дни? Сделал ли что-то полезное для народа? Не ждет ли его в будущем раскаяния? А может ведь случиться и так, что вспомнить-то будет нечего? Смотря на жизнь Николая Байсбаева, понимаешь, что здесь автор, знаменитый шахтер-управленец, в очередной раз проявляет заботу о читателях-потомках, которым есть на кого равняться и с кого брать пример. Роберт Граф, Миржан Жумумумуратов, Наталья Заяц, Пятый канал. Поделиться авторскими наработками, навыками и программами. В Караганде завершился двухдневный международный форум «Калейдоскоп идей, методик и практик», приуроченный к 70-летию областной детской библиотеки имени Абая. В мероприятии приняли участие представители библиотечного дела из России, Кыргызстана и Белоруссии. За работой форума наблюдал наш корреспондент Роберт Граф. Это классная библиотека. Здесь есть все. От мифов грека и до авторских стихов. А еще интересные френд-акции в формате 3D, одна из которых прошла на этой неделе в Абайском книгохранилище для взрослых представителей библиотечной отрасли. Приоритетная задача построить читающую нацию, и неважно в какой стране – Кыргызстане, России или в Казахстане. Главное – создать для этого интересные условия. В нашей области, в библиотечной области, конкуренции нет. Мы все делаем одно дело. Для нас самое главное, чтобы наши дети – казахские, русские, киргизские, вообще все дети читали. Сейчас очень сложная жизнь. Мы работаем в условиях, мы работаем в условиях большой конкуренции, потому что нам приходится отрывать фактически детей от более простых, легких и интересных для них занятий. Конечно, они сидят в соцсетях, конечно, они смотрят сериалы, конечно, они играют в компьютерные игры. И мы должны быть для них интересны. Мы должны разговаривать, научиться разговаривать с ними на одном языке. Они должны нам доверять, они должны верить, что мы говорим им правильные вещи, и им должно быть с нами хорошо, спокойно. А еще весело и познавательно. Как этим взрослым, которые увидели, как возводится казахское жилище юрта, приняли участие в игротеке, прошли интеллектуальные квизы и познакомились с карагандинскими библиотечными пособиями. Как говорится, проверено на себе. Юным читателям все точно понравится. Я увидела здесь современную библиотеку, которая отвечает всем современным требованиям. Век цифровизации, когда во многих странах идет отток читателей, идет такое, знаете, немножечко даже сложное отношение с чтением книг, когда мало внимания уделяется родителями чтению книг. Вот детская библиотека Абая применяет все свои силы для того, чтобы читатели приходили в библиотеку, чтобы читатели были заинтересованы в этой библиотеке. Библиотека нужна, важна, и она на своем месте. И вот уже как 70 лет знаменитый карагандинский храм книги оправдывает свое название, являясь местом притяжения, где каждый ребенок найдет что-то для себя, для души, дела или досуга. Роберт Графшал, Карл Тенбеков, Межан Жума Муратов, Наталья Заяц, Пятый канал. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. На этом информационный выпуск завершен. Я с вами прощаюсь, желаю хороших выходных и передаю слово Сабине Полатовой. Она представит информацию о явлениях погоды на выходные и предстоящую неделю. Здравствуйте! В студии Сабина Полатова. Спонсор прогноза погоды – меховой салон «Вятка Фурс». По данным синоптиков, в выходные дни ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой дождь, преимущественно в субботу. Днем температура воздуха поднимется до плюс 15-ти, плюс 16-ти градусов. Ночью столбики термометра покажут 9 градусов тепла. Ветер северный – 7 метров в секунду. Атмосферное давление – 718 миллиметров ртутного столба. Дождливые дни уже позади. Но все же в предстоящую неделю ожидается облачная погода. В дневное время столбики термометра поднимутся до плюс 16-ти, плюс 18-ти градусов. Ночью уже не так тепло. Температура воздуха задержится на отметке 10 градусов тепла. Поэтому стараемся одеваться теплее. Ветер северо-западный со скоростью 6 метров в секунду. Средний показатель атмосферного давления – 715 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды – меховой салон «Вятка Фурс» желает вам хорошего настроения в любую погоду. Оставайтесь с нами на пятом. В честь открытия нового мехового салона «Вятка Фурс» дарит подарки. При покупке шубы вы получаете вторую шубу из эко-меха и пуховик абсолютно бесплатно. Три в одном. И это не шутка. Беспроцентная рассрочка, уютная атмосфера и море подарков ждут вас в «Вятка Фурс». Акция действует только 7 дней. Ждем вас ежедневно с 10 утра до 8 вечера на третьем этаже ТЦ «Арбат». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова